Друзья, всем привет! С вами Кирилл. Как видите, сегодня без Сакуры. Сегодня она в этом видео присутствует только в историях, которые я буду рассказывать. У нас в ТикТоке, в Инстаграме многие спрашивают историю о том, как мы познакомились. И мы почти каждый раз, когда мы ведем стрим в ТикТоке, мы ее рассказываем. Но я решил записать ее сюда, чтобы те, кто интересуется этим вопросом, могли просто посмотреть это видео. Ну и на самом деле история эта будет с моей стороны. Я думаю, что, возможно, потом еще попрошу Сакуру тоже сделать такой же ролик, но уже как бы с ее точки зрения. Также перед тем, как я начну рассказывать саму историю, хотел еще поговорить об одной штуке. Как я уже говорил, мы читаем комментарии практически все, я думаю. Я думаю, действительно мало комментариев, которые мы пропустили. Стараемся на многие из них, на самые интересные, по крайней мере, отвечать. Очень, конечно, приятно читать ваше мнение о нас, то, что многие считают, что мы супер милые люди. Очень много классных и хороших вещей пишут, но тоже с этой точки зрения лично я, например, буду честен с вами. Чувствую даже немножко маленький дискомфорт в том плане, что мы как бы обычные люди, такие же, как и любые из вас. Как бы многие пишут, там, идеальные отношения, но, ребят, отношений идеальных, наверное, не бывает. Я думаю, у каждой пары, которая в отношениях, свои какие-то моменты, какие-то разногласия, какие-то ссоры. Ну, то есть, это все случается, то есть, вы не думайте, что мы такие супер шоколадные, идеальные. Вот, мы обычные люди, такие же, как и вы, которые ссорятся, у которых было много, типа, взлетов вверх, там, падений вниз. Были моменты, когда мы, там, близки были к тому, чтобы разойтись вообще. В общем, невероятно приятно, что мы у вас вызываем такие теплые эмоции, потому что именно их мы, в общем-то, и хотим вызывать. Собственно, почему мы вообще начали заниматься социальными сетями, да? Вот, но, как и во всех социальных сетях, в большинстве своем вы видите, это как бы не лучшие моменты нашей жизни, потому что в самые лучшие моменты мы заняты не тем, что мы снимаем, мы просто живем и наслаждаемся ими. Так же, как и какие-то проблемы, которые у нас возникают, вы их тоже не видите. То есть вы видите какие-то прикольные истории, которые случились с нами, и мы, как бы, до вас их доносим. Вот. В общем-то, я к чему? А к тому, что мы хотим быть с вами ближе. И раз уж вы хотите знать больше о нас, именно как о паре, как о людях, то, наверное, местами тоже будут проскальзывать какие-то детали, которые, ну, не знаю, я ими не горжусь. В любом случае, для лучшего понимания, какие мы вообще люди, иногда будем, как бы, какие-то говорить вещи, которые, возможно, для кого-то будут, ну, типа, обидные или что-то кого-то может расстроить. Вот. Но это жизнь, и все-таки мы живые люди. Вот. Ну, давайте приступим, наконец-таки, к той истории, ради которой мы сюда пришли. И как мы встретились с Сакурой, это был ноябрь 2017 года, это была моя уже третья поездка в Японию. Вот. То есть, первая моя поездка случилась в ноябре 2016-го. Вторая – лето в 2017-го, да, третья уже ноябрь 2017. И вот первая поездка в Японию для меня – это была поездка на соревнования. То есть, меня пригласили на фристайл батл, фристайл фест назывался. И на этом мероприятии я познакомился с одной девушкой. Это была подруга главного организатора. Она, как волонтер, помогала очень много по этому мероприятию. То есть, она вообще фанат баскетбола, фристайла, как бы, всего, что с этим связано. Вот. Она на тот момент, по-моему, вообще ни капли не говорила на английском. Ну, разве что, пару слов она, наверное, знала. Вот. Но как-то просто хороший вайп такой получился. И так как она подруга моих друзей, как бы, друзья моих друзей, они тоже мои друзья. В общем, познакомился я с этой девушкой, вообще не подозревая о том, что через год она меня познакомит с Сакурой. Вот. Ну, к этому, как бы, чуть-чуть подальше тоже вернемся. Вот. Если говорить про саму вот эту третью поездку, мое состояние было на тот момент такое, что я изначально вообще Японии не интересовался как страной. Для меня важен был только фристайл исключительно. Но после того, как я туда уже именно попал, я понял, что это действительно очень крутая и интересная страна. Для меня это, кстати, был, по сути, это была вторая международная поездка всего лишь. Вот. То есть я мир еще вообще не видел, всегда жил в Москве, и путешествиями вообще не сильно интересовался на тот момент. И когда я начал попадать уже в Японию, вот эта третья поездка, она для меня была какая-то очень особенная, потому что я туда поехал с другом тоже, с фристайлером, и мы больше уже, типа, уделяли не только фристайл, мы там гуляли по городу очень много, смотрели разные, в общем, достопримечательности, ездили из города в город. В общем, открывали Японию для себя с какой-то новой стороны, не только с фристайлерской, ну, по крайней мере, я для себя так открывал. Сама наша встреча произошла тоже очень интересно. Вот у меня японский товарищ, который как раз мне в первый раз привез в Японию на вот этот батл, на вот эти соревнования. Он для меня, по сути, как старший брат, вот, по восприятию. И всегда было так, что когда я приезжал, вот, что бы он ни сказал, что бы он ни предложил, всегда я соглашался вообще без задней мысли сразу, потому что, как бы, ну, этому человеку я доверяю просто на 100%. Получилось так, что он начал звать меня на баскетбольное мероприятие, а это, в общем-то, клубная история, то есть это все происходило в клубе в ночном, а я ночные клубы вообще не особо сильно люблю. Ну, в общем, как-то сразу у меня появился такой скептицизм к этой идее, и я не особо сильно, в общем, хотел. Так же, как и мой друг, он очень хотел вообще поехать в другой город, в Осаку, и мы, как бы, в конце недели собирались вообще именно этим и заняться. Вот, и на ту ночь, на которой мы запланировали это путешествие, то есть там был переезд на автобусе 9-часовой, чтобы, как бы, денежку сэкономить, мы решили не брать шинкансен, там, поезд вот этот дорогой, а вместо двух часов на шинкансене за кучу денег проехать 9 часов на автобусе за, там, пару тысяч рублей всего лишь. Но при этом вот этот мой японский товарищ всю неделю у меня чуть ли не каждый день такой, вы придете туда, вы придете туда. И мы такие, ну, чувак, посмотрим, не знаю. До последнего момента уверены были мы, что едем мы в Осаку в эту ночь. Последний, самый последний момент, опять же, мы разговариваем, вечером, что-то мы как-то там встретились, и он говорит, да, ребят, камон, ну, приходите, туса будет крутая, у них там было выступление еще, место, говорит, крутое, и давайте, приходите в Осаку, с утра уедете, типа, в 7 часов утра возьмете автобус, там, 9 часов проедете, вечером вы уже будете там, и там мероприятие, на которое мы хотели успеть, он говорит, вы в любом случае на него попадете. В общем, перед этим напором мы не устояли, и в последний момент решили, да, что билет возьмем на утро, и ночью отправимся на вот этот баскетбольный турнир. Тут дальше продолжается история веселая в том, что мы с другом до последнего, короче, мы с другом выходим из дома, садимся на метро, это уже, как бы, довольно поздно, там, мне кажется, это было уже в районе полуночи, а в Японии, если вы не знаете, вот если вы сели на поезд на ветке, это не как у нас, то есть вы сели там, даже в час ночи, если вы сели на одной станции, вы до конца доедете, как правило, там работает по-другому, если вы сели на поезд, и, там, до какого-то времени этот поезд едет, и даже если он не доехал до конца ветки, если время уже закрытия станции, например, то все, поезд остановится, вас высадят, и, как бы, все, метро закрыто. Вот, и в этот раз случилось именно так, мы вот с другом уяснили как раз правило, что если вы видите, что куча японцев бежит по переходу и спешит на поезд, они делают это не просто так, то есть надо было побежать с ними, но мы этого не сделали, вот эта куча японцев успела на предыдущий поезд, а мы, в общем-то, поехали на последнем, который не доехал станции 3 или 4 до того места, которое нам было нужно, поэтому с другом мы полтора часа до этого клуба еще шли пешком, но просто, почему я так долго это все рассказываю? Невероятно крутая атмосфера была в тот день, вот, мы просто шли, говорили ни о чем, типа, наслаждались вообще ночной Японией, было очень весело, вообще мы офигевали с того, что, как бы, несколько лет назад, ну, мы на тот момент, сколько мне было, 25 лет, ему было, по-моему, на год он младше, мне, по-моему, 24, но суть в том, что пару лет назад мы даже не могли мечтать о том, что мы окажемся в Японии, а тут этот мир уже для нас открылся, мы начали путешествовать, и, в общем, впечатления были невероятные. До клуба этого дошли мы в итоге часа, наверное, в два ночи, то есть уже было довольно поздно, вот, но когда мы туда зашли, место действительно было очень крутое, это один из самых классных токийских клубов, как оказалось, я вот не знал на тот момент этого, и там внутри прям была выстроена баскетбольная площадка, там, с одним кольцом, 3 на 3, там было мероприятие, в общем, хип-хоп такая атмосфера, все очень здорово, и как раз-таки там была вот эта подруга, которую я встретил в самый-самый первый год, в самую свою первую поездку, она была одна из первых людей, которых я вообще встретил, и она была, как оказалось, одной из лучших подруг Сакуры. Вот, и в общем, они подошли, мы поздоровались, и вот тут вот начинается такой момент, что я очень сильно растаял, прям я увидел улыбку ее, я не знаю, для меня всегда, наверное, то, на что я обращаю внимание в девушках, это была улыбка и глаза, вот, и тут я прям смотрю, и я такой типа, я не знаю, сложно передать, что я чувствовал, я прям действительно, я такой типа, вау, вот, и, соответственно, да, когда я спросил, как ее зовут, она сказала Сакура, в общем, тут ситуация какая, мы находимся в клубе, где баскетболисты, фристайлеры, а у нас, как правило, у всех есть какие-то никнеймы, там, ну, клички, да, то есть мы редко кого называем по-настоящему имени нашей тусовки, вот, и тут как бы она говорит, что ее зовут Сакура, а я такой типа, а это, ну, правда имя, или там в паспорте прям так, или это никнейм, она такой, да, конечно, прям настоящее имя, я такой, ооо, красивое имя, вот, в общем, такое очень приятное первое впечатление, как бы, я прям такой, вау, какая типа интересная девушка, вот, и дальше все, мы с другом отправились, типа, смотреть игру, там, смотреть баскет, мы же все-таки для этого приехали изначально, вот, и наслаждаться вообще ивентом, в целом все было клево, игра была интересная, там уровень японского стритбола меня тоже удивил тогда, вот, но потом в какой-то момент, через несколько часов, я понял, что я один, то есть я не знаю, типа, не могу найти никого из друзей своих, и я пошел на улицу, пошел на улицу, я на этот момент еще курил, то есть я вышел, закурил сигарету и стоял, смотрел на звезды, в общем, само по себе место находилось на Адайбе, это залив, по сути, ну, то есть это остров насыпной, там, из переработанного мусора, можете загуглить, интересная штука, вот, в общем, такое место, и там залив, вода, ночь, звезды красивые, я стою, курю сигарету, там, о чем-то думаю, мечтаю, не знаю, я уже не помню, честно, о чем я думал, и тут как раз-таки на улицу выходит Сакура, увидела, что я стою один, как бы решила со мной, видимо, заговорить, вот, мы начали болтать, и как-то такое взаимопонимание прям сразу пошло, знаете, вот, но момент в том, что как бы сигарета, она не такая долгая, то есть если ты выходишь покурить, это, как правило, пять минут, а разговор начался такой хороший, что я достал еще одну сигарету, хотя, ну, не сказать, что прям я суперсильным курильщиком был, ну, не суть, да, достал даже вторую сигарету, чтобы этот момент немножко продлить, вот, в итоге, да, минут 15 мы проговорили, и пошли, нашли наших друзей общих, в общем, ну, и там уже как бы у нас не было такого конкретного общения один на один, вот, ну, просто мы, короче, начали тусить дальше, проводить ночь до конца, с утра мы как бы разъехались, и все, поэтому именно эта ночь была подведена к концу, после этого мы с другом, получается, поехали домой, цепанули наши чемоданы, и быстро поехали на станцию, с которой у нас отходили автобусы, я вот не помню, что это было конкретно, наверное, Tokyo Station это было, вот, ну, в общем, мы сели в автобус, который 9 часов идет, в общем, там была история с тем, что там был Wi-Fi, но он раздавался на 30 минут, 6 раз за поездку, то есть 6 раз по 30 минут, вы можете бесплатно залогиниться, и как бы сидеть Wi-Fi, ну, и, короче, сели, я все, залогинился, зашел в Wi-Fi, и в Instagram мне приходит отметка, как раз таки, от Sakura, то есть она меня сняла в историю, как я что-то там делал с мячом, в общем, и подписала, на тот момент я не понимал японский вообще, но как она на японском написала, как оказалось, она написала, что типа вот, сегодня я встретила человека, типа, ну, с которым мы сошлись по вайбу, грубо говоря, то есть по атмосфере, и тут же мы начали общаться, переписываться, у нее там были какие-то планы на день, насколько я помню, это был выходной день, да, потому что туса, по-моему, была в пятницу, вот, поэтому Sakura не работала, у нее были там планы, она поехала к друзьям, что-то посидела там, по-моему, с ребенком подруги, пока она уезжала, в общем, не суть, мы начали очень много общаться, и вот эти три часа Wi-Fi, шесть раз по полчаса, я прям один за одним использовал, когда заканчивается весь Wi-Fi, то есть все, подключиться я не могу, а местной симки у меня не было, оставалось еще в пути, по-моему, часов в пять, и вот эти пять часов, они так долго для меня тянулись, я прям еще, знаете, думал, а вдруг я что-то написал, а она ответила, а я не ответил, и она подумает, что типа, что-то там, не знаю, что мне с ней неинтересно общаться, и, короче, вот это все, вот, короче, прям такая, как детская, детские какие-то штуки включились, не знаю почему, вот, но, наверное, потому что все-таки влюбился, и после этого, в общем-то, мы не переставали уже общаться, мы очень плотно общались каждый день, даже несмотря на то, что я целую неделю еще был в Японии, в другом городе, по ночам просто, по два, по три часа мы переписывались, общались, и уже до того момента, как я в Москву вернулся, вот, но тут мы как бы подходим как раз к такому моменту, почему, собственно, я вначале делал эту вставку про те моменты, которыми я не горжусь, вот, сейчас будет он один из них, и, как бы, но это жизнь, и было как было, дело в том, что на тот момент, когда я встретил Сакуру, я был еще в отношениях с девушкой, со своей бывшей, для меня лично эти отношения уже были, как бы, на таком этапе, что я понимал, что никуда дальше это не выйдет, но при этом мне не хватало сил, не то что сил, да и желания не было, расставаться было как-то комфортно, удобно, и мне казалось, что так будет всегда, и будет все окей, вот, и, не знаю, извините, конечно, немножко мысли путаются, потому что не совсем удобно об этом говорить, и я особо нигде об этом так и не рассказывал, вот, ну да, суть в том, что я еще был в отношениях, которые, как бы, для меня уже были на стадии такой, типа, регресса, наверное, а для человека, с которым я был в паре, для нее, я думаю, так не было, для нее, типа, она действительно относилась к этим отношениям, наверное, серьезно на тот момент еще, и, в общем-то, настал такой момент, что пришлось мне, да, вернуться, и я уже точно понимал, что, при том, что, как бы, с Сакурой еще на тот момент вообще абсолютно ничего не было, как бы, только разговоры и ничего больше, но я уже на тот момент понял, что эмоционально настолько я к какому-то другому человеку смог проникнуться, что, ну, как бы, быть в этих отношениях, в которых я нахожусь сейчас, это просто нечестно, наверное, я считаю себя, как бы, честным человеком в целом, я никогда не изменял, никогда специально никого не обманывал, этим я могу в своем характере, наверное, гордиться, и, в общем-то, это и делаю. Но, конечно, тот момент поверг меня даже в шок, потому что, ну, для меня это было принципиально, если ты находишься в отношениях, ты, как бы, ни на кого другого не смотришь, а тут, ну, такой момент, что просто, вау, типа, и все, я не могу, типа, я не могу больше ассоциировать себя с тем, что я нахожусь в отношениях с кем-то, вот, поэтому мне пришлось по приезду в Москву с этой девушкой разойтись, вот, сейчас у нее, насколько я знаю, все хорошо, и тоже, как бы, я очень рад, потому что, ну, для нас с обоих тоже эти отношения много дали, я думаю, вот, но суть в том, что сразу же Сакуре, я также об этом сказал, потому что, суть в том, что ее, вот эта подруга, которая нас познакомила, она, как бы, понимала, что у меня, вроде бы, как бы, должна быть девушкой, я подумал, что лучше сразу рассказать самому, что вот сейчас вот так произошло, чем потом она бы узнала, что я с ней начал встречаться, а там еще у меня была девушка в Москве, в общем, это вся путаница, и точно это все было бы понято, наверное, неправильно, вот, поэтому, такое с моей стороны был ошарашивающий звонок ей, то, типа, я признался в этой штуке и сказал просто, ну, я хочу, чтобы ты знала все с самого начала, что я, типа, если вдруг, как бы, у нас уже эти разговоры начали в такой романтичный, какой-то лад переходить, я уже сказал, что ты мне там очень нравишься, и я бы не хотел, что если мы начнем встречаться, там, потом вот это все узнается, короче, от каких-то левых людей его. В общем, вот такое начало нашей с Сакурой истории у нас было. Я думаю, что начало этих отношений, это на самом деле начало моей взрослой жизни, потому что на тот момент, когда мы встретились, и сейчас, вот если я проанализирую, вот эти там чуть больше, чем 4 года, я вырос очень сильно, и поменялось во мне тоже очень много чего. Эта встреча, по сути, в итоге стала драйвером очень большим для моего роста, и как бы все, что я сейчас имею, это в большой, очень большой степени заслуга именно Сакуры, за что я ей очень благодарен, очень ее люблю, и поэтому, в общем, немножко засмущался. В общем, ребята, такая вот история, она милая, приятная, с каким-то, с какой-то вот такой горечью жизненной тоже, да, но это вот именно как есть. Это все с моей стороны, я уж не знаю, как там будет, когда Сакура будет эту историю рассказывать, даже интересно будет послушать, как она это все воспринимала, вот, но, как я уже и говорил, мы стараемся быть ближе к вам, стараемся показывать реальную жизнь, и помимо всех классных и сладких моментов, ну, как бы, все мы в какой-то степени делаем что-то, что может обидеть каких-то других людей, от этого как бы никуда не уйдешь, и хотим, чтобы вы понимали, что жизнь это жизнь. Спасибо всем большое за просмотр, я надеюсь, что вам это видео было интересно, подписывайтесь на этот канал, мы будем продолжать выкладывать какие-то рецептики, делать какие-то влоги, в общем, комментарии мы ваши читаем, пишите тоже свои пожелания, они тоже будут всегда учитываться. В общем, спасибо за просмотр, и пока-пока.